Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. В 69-м году на парковке одного из супермаркетов Сан-Франциско случайно встретились Эдриан Делси и Ларри Хилвум. Оба работали в транспортной компании и, поделившись друг с другом своими проблемами, в одночасье придумали блестящий план собственного бизнеса. Вскоре к ним присоединился их приятель Роберт Лин. Друзья взяли первые буквы своих фамилий и зарегистрировали компанию DHL. Фирма открыла курьерское сообщение между западным побережьем США и Гавайями. Она стала родоначальником новой индустрии – экспресс-доставки по принципу «от двери до двери». Первым маршрутом для доставки документов воздушным путем стал в Сан-Франциско-Гонолулу. Благодаря оперативности и надежности DHL быстро завоевала репутацию на курьерском рынке. В 1978 году компания получила заказ на перевозку личных вещей королевы Великобритании из Вашингтона в Майами. Для успешной транспортировки багажа весом более 2000 килограмм DHL зафрахтовала отдельный самолет марки Boeing 727. Но невзирая на успех, Делси, Хилбрум и Лин понимали, что нечто новое на рынке обязательно должно сопровождаться высоким качеством. Не было смысла доставлять товар быстро, но не по тому адресу. Задолго до появления штрих-кода в DHL разработала способ по предотвращению ошибок при сортировке. В 1979 году компания стала предлагать разноцветные мешки для грузов. Каждый цвет обозначал определенный маршрут. Такая радуга на складе позволяла быстро реагировать на все ошибки. Вскоре цветными мешками начали пользоваться и другие курьерские службы. Спрос был столь велик, что руководство приняло решение открыть собственный завод по их производству. Тем временем шли годы, и сеть DHL развивалась очень быстрыми темпами. За всеми отправлениями требовался все больше контроль. В 1983 году компания создала первую систему отслеживания грузов LaserNet. Это сделало ее практически недосягаемой для конкурентов. Руководство фирмы не уставало придумывать все новые способы обезопасить посылки. Например, предложило своим сотрудникам выступить в качестве спецкурьеров в обмен на оплаченной компанией авиабилет. Сегодня подобная практика применяется во многих крупных компаниях. За 40 с лишним лет штат DHL вырос с 3 до 300 тысяч человек. Сеть охватывает 220 стран мира. Правда, теперь в выходных данных лидер логистического рынка значится в Германии. DHL входит в группу компаний Deutsche Post, а ее головной офис находится в городе Бонн. Историю для вас рассказывала Дарита Пузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!